Выпускники 2023 года сегодня, отбросив учебники и конспекты для подготовки к ЕГЭ, взяв в руки лопаты и лейки, сажают деревья. Участвуют в акции «Аллея выпускников». Прежде всего память о том, что вообще происходило. Эти деревья я буду проходить, и это будет мне напоминать про те счастливые школьные годы, которые были у нас. Это, конечно же, крайне важно. Рядом с ребятами трудится и управляющий директор Северского трубного завода Дмитрий Марков. Сейчас не все отдают себе в отчет, как это важно. Но пройдет какое-то количество лет, 5-10, а может быть больше, все равно обычно ребята встречаются. И вот эта их объединяющая частичка, я бы сказал, не начало, а частичка, она будет все важнее и важнее. Я не сомневаюсь, что многие будут назначать встречу здесь, у дерева, а потом куда-нибудь там мы пойдем встречаться, общаться, разговаривать. И чем дальше, тем оно будет важнее. Высадка деревьев – дело тонкое, поэтому посадка идет под кураторством профессионалов. Инженеры ландшафтного дизайна рассказывают и показывают, как провести углубление и как часто поливать саженцы после высадки. 109 деревьев и 120 кустарников. Деревья высажены, клены, груши, черемуха маака, черемуха обыкновенная. Ну, приживаться они будут в течение двух лет. То есть мы их будем сейчас поддерживать, содержать, поливать, ухаживать за ними. Выпускники и педагоги как один говорят, что хотят видеть свой город красивым и зеленым, с хорошей экологией. А это тот самый пример, как это можно сделать. Мы оставим после себя такой огромный след, и люди будут проходиться и читать таблички, и знать, что выпускники школ садили деревья и облагораживали нашу территорию. Владимир Никитин, директор школы «Лицей и интеллект», признается, что это место с сегодняшнего дня для него и его коллег будет знаковым, памятным. Два выпускных класса 2023 года создают здесь аллею выпускников. Сервон и мудрости, и жизни в целом. То есть мы посадили, оно должно расти и радовать. Это смысл, наверное, жизни любого человека. Александра Старикова признается, что с большим удовольствием начинает свой взрослый жизненный путь с посадки аллеи выпускников. Озеленяет родной город. Это очень хорошая идея, что наш город решил так объединить всех учеников школы и так продолжить такую традицию. Эмоции очень положительные, такие приятные. Что-то после нас остается вообще хорошо. По задумке взрослых в дальнейшем эта аллея должна стать местом притяжения для всех горожан и продолжением масштабного проекта по озеленению и благоустройству нашего города. Сейчас творится маленький элемент истории. Ее обычно не читают, ее же создают. Поэтому каждый выпуск будет носить свою замечательную лепту вот таким замечательным способом. Поэтому всем нам большой удачи, чтобы все прижилось. А у выпускников сложилось как нельзя лучше их будущая жизнь. За время существования Попечительского совета заложено много замечательных традиций. Это вручение премий одаренным ученикам и педагогам, проведение различных соревнований и многое другое. Сегодняшняя акция по посадке деревьев стала еще одним добрым делом в копилке совета, благодаря которой Полевской становится еще уютнее и краше. Мы выпускаем 256 выпускников 11 классов. И сегодня 11-ти классники присутствуют на данном мероприятии. Цель его, конечно, оставить добрую, хорошую память о выпуске, чтобы каждый из выпускников знал, что есть памятный знак, памятное место в городе, высажено его руками, чтобы была возможность вернуться, побывать здесь. То есть это как место притяжения, место силы, это та ниточка, которая всегда будет связывать с родным городом. Выпускники после окончания школы разъедутся по разным городам России и, возможно, пустят корни далеко от родного Полевского. Но посаженные сегодня деревца всегда будут возвращать память выпускников к своей школьной юности, к этой аллее. Ксения Болотенкова, Сергей Чижов. Новости 11 канала.